Девушки отдыхают Надеемся, что наша лучезарность передается вам, несмотря на то, что вы толкаетесь в пробках И тема предстоящего разговора в этом части коснется абсолютного большинства Так как все мы практически в ежедневном режиме пользуемся интернетом, гаджетами, смартфонами, ноутбуками И вот по последним данным 63% взрослого населения страны Или примерно 74 миллиона человек Такова месячная интернет-аудитория в России 63% взрослого населения Мне кажется, если посчитать юное поколение, то там эта цифра кратно еще вырастет Там 120 из 100 возможных будет примерно так Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен, будет нашим собеседником буквально через пару минут Ну а прямо сейчас давайте посмотрим, что у нас происходит на рынках Какие тенденции, какие тренды наблюдаются Торговая площадка К этой минуте мы наблюдаем с вами укрепление российского рубля 54.11 это пара доллар-рубль Ну и как всегда в таких ситуациях бывает У меня зависит компьютер, на котором идет график котировок Сейчас я открыл другой портал Главное, Юра, чтобы сами котировки не зависли Евро к рублю также Здесь наблюдается укрепление российской национальной валюты на 0,6% Пара торгуется на уровне 61.15 Нефть 64.31 За тройскую унису золота дают 1187 долларов Здесь рост составляет 0,1% Что наблюдается, какие тренды Во-первых, рубль вернулся к росту на фоне снижения ставки Центробанка Но вы все знаете о том, что ожидаемо было по рынку Вчера Банк России принял соответствующий, Совет директоров принял соответствующее решение И, в общем-то, это привело к тому, что доллар и евро вновь дешевеют на московской бирже Причем вопреки падающим ценам на нефть В моменте ли это происходит или это такой среднесрочный тренд Очень сложно сказать Сами понимаете, геополитические факторы могут очень серьезно повлиять и изменить расстановку сил Между тем, Центробанк страны прогнозирует сохранение санкций в отношении России до 2018 года Несмотря на это, Банк России будет продолжать закупать валюту на рынке И постепенно откажется от поддержки банков от долларовой ликвидности Такие заявления сделала председатель Центробанка России Эльвира Набиулина В последующих выпусках новостей в течение всего дня под серебряным дождем Вы будете в оперативном режиме знакомиться с той информацией Которая будет характеризовать ситуацию на торговых площадках В эфире «Большой ежедневник» Юрия Пранько Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен напротив меня Дмитрий, доброе утро Доброе утро, Дмитрий Вы зашли и что-то запустили, покосили? Нет? Нет? Что вы смотрели тогда в своем гаджете? Ну, откройте персональные данные Можно поближе поправить микрофон? Плюс 7903-797-6333, наш смс-портал Пишите, звоните на 730-101, код Москвы-495 Я предлагаю начать все-таки с потерь Сегодня стало известно, что Европейский Центр по международной политической экономии Мне нравится название этого центра То есть уже непонятно, кто занимается политикой, кто занимается экономикой Но, по-моему, все с коррелевом Так вот, сегодня стало известно, что вступление в силу закона о персональных данных в России Приведет к падению российского валового внутреннего продукта на 0,27% Что соответствует сумме в 286 миллиардов рублей Дмитрий, расскажите нам вот этот пресловутый закон о персональных данных Это такой злонамеренный ущерб собственной стране, который уже исчисляется почти тремя сотнями миллиардов рублей Или... Ваш взгляд? Или это нечто другое? Я уже стал сомневаться Нужно его или не нужно его нам Так, хорошее начало Конечно, уже столько много времени и сил потрачено на бои вокруг этого закона Причем с переменным успехом в одну и в другую сторону Но, по факту, скорее всего, это правдивые будут цифры Правдивые То есть ущерб составит почти 300 миллиардов рублей Из-за закона, который мы приняли собственными руками Но мы должны отдавать себе отчет в том, что на сегодняшний день информация управляет миром и не что иное Совершенно верно Да, и здесь я с вами соглашусь Соответственно, информация передается у нас пока, передается посредством интернета Закон по ухранению перс-данных на территории России Каких данных? Персональных Перс-данных Нет, я теперь буду воспринимать и впитывать профессионализм этого сообщества Так Перс-данных на территории России, их локализация, она приводит к проблемам функционирования информационных систем западных компаний В первую очередь на территории нашей страны Это говорит о том, что мы создаем трудности для них в работе их сервисов у нас в стране С точки зрения обывателя, пользователя, это что означает? С точки зрения обывателя, пользователя, по большому счету, это ничего не означает Кроме того, что он, может быть, потеряет какое-то энное количество ресурсов, работающих у нас в стране И не сможет ими пользоваться Ну тогда у меня вполне логичный журналистский вопрос А почему такая сумма? Да, то есть, ну, три сотни миллиардов рублей Это ни много ни мало треть вала внутреннего продукта С чем это связано? В первую очередь, можно так разумно посмотреть Это уменьшение конкуренции на территории Российской Федерации Осознанное решение по уменьшению конкуренции Ну да, ну посмотрите сами Самый банальный вопрос Вот сейчас очень много там копий ломается вокруг этого закона Что уже большие сервисы переносят перс-данные в Россию И все это как бы несложно, дата-центр у нас есть Это все как бы замечательно И не зачем говорить Есть зачем говорить Потому что в первую очередь удар будет нанесен по мелким и средним компаниям Которые никогда не будут озадачиваться проблемой законов на территории России И у них, например, там может быть всего 2-3 клиента в год из России И делать какие-либо специальные усилия по локализации данных Они точно не будут Они даже часто и не знают, работает их сайт на территории России или не работает Но подумайте, что непосредственно этим клиентом можете оказаться вы Вы можете купить какое-то, захотеть купить какую-то вещь Которую производит конкретный производитель Да, вот я всегда, я даже вас попрошу, Дмитрий, на примерах, да, иллюстрируйте, чтобы было понятно Хорошо Вот смотрите, есть какой-то частный предприниматель, как вот у нас принято говорить Находится он в Италии И делает из ракушек какие-нибудь сувениры, брошки И вы хотите сделать подарок своей супруге Так На сегодняшний день вы можете спокойно найти этого предпринимателя в интернете Потому что, по большому счету, у большинства из них есть хоть какая-то страничка об их продукции, о них самих И заказать у него непосредственно этот товар Это изделие, да Да Внеся свои персональные данные у него на сайте И внеся свой адрес, имя, фамилию, все, что положено И получить этот товар Вот, собственно говоря, после 1 сентября конкретно так вы сделать уже не сможете Это почему? Потому что для того, чтобы работать на территории Российской Федерации и собирать персональные данные Этот производитель, частный производитель из Италии, должен иметь базу данных на территории России Которые будут собирать, агрегировать Да нафига ему это надо? Подождите, тогда получается, что сайт этого производителя маленького, он будет заблокирован, как на территории России? По умолчанию он, конечно, заблокирован не будет Но, по большому счету, если я тоже захочу такое вот что-то сделать То я, конечно, напишу Роскомнадзор, Роскомнадзор проверит, действительно убедится, что этого нет И по закону должен будет его заблокировать А ради чего все это было принято, Дмитрий? Кроме ура-патриотического угара? Нетрудно ответить на этот вопрос Конечно же, хранение персональных данных это достаточно важная составная часть И обязательно государство должно этим заниматься О чем идет речь? То есть это моя фамилия и моя фамилия? По нашему закону имени и фамилии уже достаточно Другими словами, все, что вы говорите Я крепостой этого государства, что ли, получается? В информационном плане на сегодняшний день получается так И при этом преференций никаких, но ограничения очевидные? С точки зрения бизнеса ограничения очевидные С точки зрения хранения персональных данных россиян Я вот хочу вас спросить Вы сталкивались с проблемой хранения персональных данных в каких-либо системах? Вообще об этом когда-либо слышали? Я об этом даже не задумывался Подождите, а если сам Юрий Пронько дает право на использование своего имени и фамилии Юрия Пронько там на каких-то сайтах? Здесь гораздо проще сравнить, что водительское удостоверение не является вашей собственностью Ну или как наши пенсионные деньги? Ну слушайте, я вот просто, понимаете, Дмитрий, я хочу логическую цепочку, да? А ее нет То есть государство российское в лице там депутатов, сенаторов и президента Простите, президент подписывает такие законы, да? Не имеют логического мышления, так? Не так Давайте тогда, а как? Как интересно Здесь нужно смотреть, всегда существует дуализм Как у любой монеты существует две стороны Орел и Решка Точно так же и в этом вопросе Если вы будете смотреть со стороны нашего бытия То закон по хранению персональных данных И ура порыв, это все правильно Это все нацелено на то, чтобы нас не обижали И это забота о графе А кто нас обижает? А кто, простите? Ну, я пока не знаю Я точно так же смотрю в то, что это невозможно, чтобы нас обижали в этом вопросе Мне кажется, что иногда потребитель напрягается, как бы государство его не обидело, оставив ему персональные данные Государство все равно обидит Государство продает на жестких дисках все данные вам в переходах Ну, прям так погорячились Государство ничего не продает в переходах Продают люди, которые имеют доступ к государству? Продают злоумышленники, которые государство обязано ловить в силу закона И, соответственно, это продают те, кто являются ворами Это здесь отрицать нельзя И чтобы они не украли какую-то вещь, какой-то кусочек золота или количество денег Давайте с ними бороться, вот конкретно с ними Это, естественно, напрашивается самое простое, что давайте бороться с ними Все-таки вернемся к логической цепочке И вот они приняли, в чем логика-то, я никак не могу понять Если честно, я тоже не могу ее понять Классно, вот у нас государство столь любимое всеми, которое принимает законы И мы не можем понять, для чего оно это принимает Тогда вопрос, а кто должен разбираться в логике принимаемых законов? Есть какая-то экспертная группа по интернету защите данных? Если брать конкретно этот закон, то, к сожалению, он не обсуждался с профессиональным сообществом Штампанули и все Ну, практически, да, это произошло так быстро, что никто даже опомниться не успел И, по сути своей, он, конечно же, наверное, понятный закон с точки зрения того, как вот он выглядит Но с точки зрения технологического правоприменения, технологического, не юридического Он, конечно, абсолютно бессмысленный, потому что его исполнить, на мой взгляд, как человека с инженерным образованием невозможно И трактовать его, как инженер, я могу с любой точки зрения, что он вот всегда будет удовлетворен или всегда будет неудовлетворен Это мне напоминает ситуацию с так называемой национальной платежной системой Давайте всех сюда переведем, чтобы они здесь размещали там свои серверы Платежная система, кстати, ситуация обратная Она имеет право на жизнь, чтобы находиться здесь Потому что любое государство должно защищать так или иначе свою валюту Ну и здесь тогда государство тоже, я считаю, что оно защищает Здесь, к сожалению, процесс обратный Маловероятно, что оно что-то будет защищать Вот этот ура-патриотический угар, он, по-моему, уже играет злую шутку с нами со всеми И еще раз подчеркну, нет логической цепочки И потом, если вернуться к платежным системам, то платежная система сама по себе это всего лишь инструмент для управления банковским счетом Конечно Вот то, что вокруг него у нас в стране создано, это большой такой миф То, что платежная система, это уже и есть какой-то банковский инструмент, это не так Платежную систему можно заменить телефонными звонками оператору точно так же То есть это просто некий ключ, который позволяет оперировать вашим расчетом Вариации множества, да, согласен И создание глобальной платежной системы российской именно, это абсолютно правильный шаг Здесь правильно, а здесь неправильно Я имею ввиду по персональным данным Ущерб, вот понимаете, я хочу, чтобы кто-то из тех, кто голосовал за этот закон, да Подписывал его после, объяснил мне Вот эти потери в 286 миллиардов рублей Они кому достанутся? Кто их будет компенсировать? Никто Эти потери однозначно просто показывают скорость технологического отставания России с введением этого закону Мы консервируем это А 100% консервируем Ну, отличная, отличная тема, отличные новости Вот, кстати, нас спрашивает Артем из Калининграда, что будет с покупкой авиабилетов в международных компаниях С авиабилетами ничего происходить не будет, они не попадают, по большому счету, под законы, они регулируются другими международными соглашениями Но здесь, опять же, есть один маленький нюанс, про который так очень корректно умалчивается Другими словами, любой сайт авиакомпании, это сайт авиакомпания, это ее сервис И если вы войдете на сервис, на сайт компании KLM или Air France Ну, неважно Неважно где То, уверяю вас, он на 100% каждый раз будет работать в той стране, где находится эта авиакомпания Очевидно, понятно И первоначальные персональные данные вы вбиваете не в систему авиаперевозок, а на сайт конкретной авиакомпании И по факту, конечно же, этот сайт без локализации данных в России работать не сможет То есть, другими словами, KLM и Air France должны быть закрыты Какой-то сайт, который продает или агрегирует билеты на территорию России И хранит персональные данные первично на территории России, работать может Ну, фактически, вы создаете некий набор посредников, монополизируя ситуацию по продаже товаров и услуг на территории Российской Федерации Некоторые наши слушатели, я считаю, домысливают, точнее, что в данном законе очень большая политическая составляющая Что, дескать, наши персональные данные хотят здесь вот контролировать Ну, а дальше, как мне пишут слушатели, после этого закона ждите принять закон о тунеядстве, саботаже, железный занавес и так далее и тому подобное Сложно ответить Я больше склоняюсь к мысли того, что все-таки законы, современные законы должны формироваться экспертными сообществами Вот, кстати, я напомню нашим слушателям, Дмитрия Мариничева у нас в студии, интернет-омбудсмен Чем занимается интернет-омбудсмен? Что входит в ваши обязанности? Мои обязанности непосредственно входят в решение проблемных ситуаций для каждой конкретной компании, именно для бизнеса Если он сталкивается с проблемой взаимоотношения с государственными органами И второе, это работа по формированию инвестиционного, благоприятного инвестиционного климата на территории Российской Федерации Причем с учетом, неважно, иностранная это компания или российская компания, им должно быть комфортно А вот как быть с инвестиционной привлекательностью, если государство принимает такие законы? Ну, соответственно, мы работали на этом с прошлого года и представили доклад президенту Борис Юрьевич Титов, его 26 мая представил Уполномоченный по правам предпринимателя, да? Да, и там, соответственно, есть раздел, посвященный, в том числе и персданным, в ближайшее время даже должно состояться заседание межведомственной работы То есть вы надеетесь, что будут внесены поправки, изменения? Я надеюсь, что мы, по крайней мере, сможем отложить закон, проработать все регламенты по его исполнению, по его выполнению, смягчить его в некоторых местах и дальше путь Мне вот эта логическая цепочка еще больше меня подбрасывает Значит, принять закон, потом вносить изменения и дополнения, очевидные отсутствия логики будут исправляться Не проще ли было на начальной стадии принять, обдумать и уже потом голосовать? Ну, ладно, это... Вероятно, проще, у нас сейчас на повестке дня и сегодня тоже идет первое чтение еще более одиозного закона Вы имеете в виду озабвение? Конечно Ну, рассказывайте ваш взгляд, я тут и Носика послушал, он литературно высказывался по этому поводу в интервью «Серебряному дождю», но достаточно жестко Ну, я, наверное, больше отношусь... Подотрем прошлое Отношусь к человеку, кто категорически против внесения такого рода законов и их включения в повестку дня Объясните доступным языком нашим слушателям, в чем засада? Засада в том, что мы можем достаточно быстро стирать самим себе память и историю А засада-то в чем? Помимо исторического процесса... Ну, я могу понять политиков, да, которые там подтирают, особенно перед выборами, а выборы у нас уже в 16-м году Может быть, Дмитрий, не будем перегружать наши серверы или сервера, как говорят профессиональные люди? Зачем загружать лишние информации? Да действительно, конечно, зачем? Можно, в принципе, вообще выключить интернет, будем жить комфортно, спокойно Но подождите, вы сказали, одиозный закон, в чем одиозность? Одиозность заключается в том, что если человеку что-то не нравится, он может попросить поисковик удалить его из поисковых выдач А поисковик, соответственно, возлагается непрофильной для него задачей или функцией, неважно, как назвать Он должен принимать решения, хорошее это или плохое, зло это или добро Давайте оценочное осуждение Конечно, и это ставит с ног на голову вообще всю систему обработки, хранения, поиска и выдачи информации Хорошо, вновь мой вопрос, для чего? Вы же общаетесь с людьми, которые принимают подобные решения? Общаюсь, да И? Они движимы позитивным жизненным запалом, улучшить жизнь россиян Мне нравится, они движимы положительным запалом В чем улучшение жизни россиян в том, что стираются данные и не хранятся теперь на перспективу? В чем они видят это улучшение? На сторону россиян это будет очень здорово Вот вы, например, сделали что-то нехорошее, и вам стыдно А почему россиян должен делать нехорошее, и ему должно быть стыдно за это состояние? Ну как вариант После этого вы понимаете, что это все видно, если сформировать какой-либо запрос Тогда вы пишете в нашу поисковую систему и говорите, мне это больше не нравится, уберите пожалуйста В Яндекс, например, да? Потому что Яндекс сейчас там на ушах стоит Да, и Яндекс должен будет убрать из поисковой выдачи То есть, другими словами, Яндекс уже не формирует поисковую выдачу относительно релевантности Относительно вообще наличия этой информации А он ее формирует относительно того, кто забыл запретить ему что-либо показывать Тогда вот это он и будет показывать Это же трэш какой-то Обратиться к россиянам, слушателям Серебряного Дождя Нравится ли вам такая перспектива, что можно обратиться, допустим, в Яндексе И он подотрет, так сказать, за тобой всю историю Ну я же говорю, что это позитивный момент А мне сейчас кажется, что огромное количество россиян напишет, да, мне это нравится А может быть нет Хорошо Интересно Это вроде как благо, да? Это вроде как благо, можно исправить А в чем проблема? Что бизнесу, в данном случае поисковикам усложняет жизнь Ну пусть усложняет Меня же это не касается как гражданин Ничего страшного Проблема в том, что вы больше никогда не получите достоверной информации Для того, чтобы принять какое-либо решение А современный мир, в ближайшем будущем Он будет управляться исключительно на больших данных Большие данные, это достоверные данные о событиях и том, что случилось И только на основании этого можно сделать путем математического анализа Достоверное планирование на будущее То есть предвосхищение Собственно говоря, если вы научитесь делать предвосхищение Даже в социуме Это точно так же, как предсказывать погоду Один в один И когда вы убираете Достоверную, недостоверную Или неактуальную Или информацию, которая не понравилась кому-то То, соответственно, вы никогда не сможете спланировать правильно что-то вперед Ну, представьте себе, что сегодня идет дождь А вам это не нравится И вы сказали Не, все, сегодня дождя не было 1984 Я не понимаю, для чего это Вы, кстати, Дмитрий, вы мне не ответили на вопрос Хорошей памятью о себе Подумайте сами Вы, например, в Госдуме У вас избиратели Как сделать избирателей счастливым? Мы только что пять минут назад поговорили, что конкретному человеку это может понравиться Что он может стереть что-то, что вчера было Пьяный дебош Анна из Ярославной пишет Неужели каждый день мы пишем про пьяные дебоши, а? Фотки убрать Нет, давайте будем предметно разбираться в этом вопросе Пишите нам Звоните Но наш сегодняшний эксперт, ньюсмейкер и интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев Считает в данном случае законопроект о забвении эпатажным Я так мягко сформулирую Неожиданно эпатажным Плюс семь девятьсот три, семьсот девяносто семь, шестьдесят три, тридцать три Может быть, правда? Ну, нафиг запретить этот интернет И все, и проблем не будет Вы слушаете «Большой ежедневник» Юрия Пранько Десят сорок одна Мы продолжаем листать страницы «Большого ежедневника» Напротив меня интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев Скажу вам честно, лучше бы этой паузы у нас не было Потому что мы обменялись сейчас с Дмитрием за эфиром Мнениями И это, конечно, я дальше поставлю многоточие Плюс семь девятьсот три, семьсот девяносто семь, шестьдесят три, тридцать три Наш самоспортал, семьсот тридцать один, наш телефон А теперь, Юр, представь, что закон о забвении принят И мы забыли, о чем говорили в первые полчаса Давайте все заново, как будто бы ничего не было Подтерли Дмитрий, замечает, Юрий, а чего же вам непонятно во вредности закона о забвении? Это уничтожение памяти А человек, общество без памяти – это деградация, пишет наш слушатель Да еще на фоне остального мира в двадцать первом веке Я могу провести контраргумент наших Не то, что оппонентов, а почему это не так, да? Те, кто будут нажимать кнопки Да, те, кто будут нажимать кнопки, они думают по-другому на текущий момент Они говорят о том, что мы же не стираем историю Она как была, так она и хранится Мы всего лишь навсего запрещаем поисковику искать ее И даже не то, что искать, а показывать ее Показывать ее потребителю, который находится на территории Российской Федерации В этом разница То есть это ущемление моих прав как потребителя очевидное? В целом, да, вы можете знать, что такая-то книжка в библиотеке есть Но доступа вам к этой книжке нет А как же Google, спрашивают слушатели Google все знает? Естественно, все знает Он, естественно, точно так же будет собирать И точно так же ему запретят на территории Российской Федерации Делать выдачу в обход законов Российской Федерации Он не сможет просто это показывать Не проблема, решаемо Решаемо в том числе и с этим поисковиком Можете перелететь в Америку и посмотреть там Дим, вот вы за эфиром мне сказали, что ситуация напоминает Бессмертное произведение Айон Рэнд Атлант расправил плечи Но, я думаю, среди слушателей «Серебряного дождя» Абсолютно большинство знакомо с этой работой Кстати, нашей бывшей соотечественнице, петербурженке Которая вовремя свалила, собственно, из России В понятно какой период, начало прошлого столетия Но неужели действительно все один к одному? Государство лезет во все щели, пытаясь наши облагородить Трудно ответить на этот вопрос однозначно Ну, конечно же, очень сильно похоже Потому что то, о чем мы говорили Большое количество таких вот идей по управлению технологиями Политического управления технологиями Оно приведет к тому, что мы будем деградировать и технологически отставать Это будет очень быстро нарастать Вот, и в этой связи, простите то, что вас прервал Вы мне привели пример конкретно по автомобилям Можете вновь, теперь уже воспроизвести для слушателей «Серебряного дождя» Чтобы было всем понятно Явный пример, это мы возвращаемся к вопросу по персданам Заключается он в том, что в современном мире практически все уходит в облака Так или иначе, любая продукция является облачной продукцией И мы говорили как раз об автомобилях Ну, там возьмем BMW, Tesla или Mercedes Это на сегодняшний день не имеет никакого значения Вы должны прекрасно понимать, что все управляется программным обеспечением Соответственно, программное обеспечение определяет уже мощность вашего двигателя То есть физически он одинаково построен Металл один и тот же Конструктив один и тот же А мощность, скорость, класс вождения Все это определяется софтом Так же там, как клиренс Вот, соответственно, на сегодняшний день Автомобильные компании Мониторят ваш автомобиль И в состоянии предсказать его возможную поломку Или произвести апдейт Произвести изменения Они это делают из своего локального дата-центра Который находится непосредственно у них В стране производителя Так Соответственно, если мы принимаем в силу закон по персданам То вы должны понимать, что автомобиль новый Который вы покупаете по этому закону Он принадлежит вам и ваши персональные данные Они связаны с ним Соответственно, корпорация, производитель Должна локализовывать этот сбор Первичный на территории Российской Федерации Другими словами Для того, чтобы передать что-либо К себе в дата-центр Вначале это нужно агрегировать На территории РФ Потом только туда уже передавать Это будет означать Это выглядит как-то экономически невыгодно И это будет означать Что новое поколение автомобилей Которое уже будет в Германии У нас его еще не будет Потому что для того, чтобы организовать новую систему Там облачное управление Вы должны будете локализовать это технологическое решение Специальным образом на территории у нас То есть, другими словами Каждый раз мы будем иметь На одно поколение Автомобили хуже Чем в стране производители Картина маслом Картина маслом И там уже сумма, я думаю, будет Не в районе 300 миллиардов рублей Вы же в курсе, да? Совершенно другая конфигурация экономики Сегодняшний тренд Это электроавтомобили Полностью электронно начиненные Если вы возьмете там флаг Это электросамолеты Ту же Теслу То она проводит обновление Чуть ли не каждую неделю раз Во-вторых, собирая информацию Агрегируя всю эту информацию В одном единственном дата-центре Обрабатывая ее Идет предсказание По движению автомобиля И по возможности управления Беспилотного управления Этими автомобилями А вероятнее всего В горизонте 10 лет Человеку будет вообще запрещено Садиться за руль автомобиля Зачем же кастрировать Так свои собственные возможности? Опять возникает вопрос Ну, для меня это загадка Потому что я-то лично выступаю За то, чтобы формировать Технологические площадки Технологические возможности У самой России У нас достаточно много вариантов Для этого много энергоносителей Большие территории Хорошие мозги у людей То есть все сопутствующие элементы есть И формировать нужно наоборот Конкурентно-преимущественное право Нахождения корпораций Разработок и переноса Интеллектуальной собственности сюда А не замыкать нас В каком-то регрессии Это консервация отсталости? Фактически, да Но зато консервация Не то, что консервация Зато у нас все будет стабильно Слушайте Ладно, я пока молчу Потому что Если это называется стабильность То тогда Что в этой ситуации Можно назвать развитием? Замыкание в своем дворике В таком совхозе В этой ситуации Смотрите, как получается Если мы вернемся Катлант расправил плечи То сейчас у нас что происходит? Совсем на днях Я читал и просто только вернулся Вчера Соответственно И с удивлением Обнаружил, что столько Много всего там За какие-то 8 дней произошло И у нас уже Начинают Нельзя территорию России Покидать на столь продолжительное время Принимают решения По производству Операционных систем Каких-то еще вещей Баз данных Софта Софта И для этого Компании объединяются Конкуренты Для того, чтобы произвести продукт Это прямо для меня Вообще уже как космос Выглядит Когда по заказу государства За казенный счет Объединяются Соответственно Неказенные компании Для того, чтобы освоить Бюджет и произвести продукт Непонятно Кто его будет пользоваться Какого назначения Качества Да И какое будет ТЗ И зачем он нужен Это вот уже для меня Просто верх одержимости Лишь бы было Да нет Это называется Спокойно освоим Вполне возможно Я постоянно цитирую Классика Современного российского бизнеса Президента Это одна из крупнейших Нефтяных компаний На вопрос Зачем вам необходимо Столько денежных средств Из государственной казны Был ответ Спокойно освоим Но я же вам говорю Что это стабильность Не нужно конкурировать Не нужно что-то делать У тебя есть Да нет Это не стабильность Это окончательно Себя деградировать Для конкретно взятых людей Это стабильность Для конкретно взятых людей Это принципиальная оговорка Юр Я в недопонимании Тут просто сижу Где же та экспертная группа С которой хотелось бы Консультироваться По законам Никто их не слышит И не слушает И как вообще Влиять на это безобразие Никак Или как-то возможно Сначала надо определиться Безобразие или это Понимаете Невозможно критиковать Курс капитана Управляющего кораблем Если вы не знаете Куда мы плывем Точно так же Можно дойти и до бунта Который там практически был У Колумба на корабле Когда они плыли Неизвестно куда и зачем Ну может быть Мы плывем В какой-то благодатный край Сначала надо разобраться Куда идет мы стратегически А потом понимать Правильные или неправильные Законы мы принимаем Некоторые герои Айн Рен Тоже так считали Что они плывут В светлое будущее А оказались В светлом прошлом Темном Темном прошлом Дмитрий Мариничев Интернет Омбудсман у нас в студии Плюс 7 903 797 63 33 731 Код Москвы 495 Что вы думаете По поводу Вышеназванных законов И законопроектов Пишите Звоните Продолжим через 2 минуты Вы слушаете Большой ежедневник Юрия Пронько 1054 Не всегда можно проехать Другим путем Иногда Иногда есть моменты Уже есть вбросы Относительно того Что Какое огромное количество Убытков Принесло Сотовым компаниям Скайпы Вайберы И тому подобные Различные мессенджеры Это Ничего личного Это просто деньги Это просто деньги Неужели Прикроют Бесплатную музыку Вконтакте Что-то Вот в этом отношении Я не верю Это так Ремарка просто была Должны прикрыть Это конечно Все-таки Является проблемой В некотором роде Пиратство Как таковое И с пиратством Нужно бороться Доступное зрелище Для народа Как мне кажется Дмитрий Не хочется Прикрывать В нужные моменты Тут вы наверное Будете сейчас выступать На стороне Михалкова Я так понимаю Я так Язвительно усмехнулся Так Да Что Там его Коллега Приобрел буквально Пару недель тому назад Замок в Великобритании Но они любят просто Британию Почему не дома Ну Это вопрос Об этом истории умалчивает Ну и так Было язвительное замечание Так Дмитрий И Таких язвительных замечаний Сложно продолжить Логическую цепочку Да И тогда Соответственно Конечно же Не закроют Тогда у нас Все станет Абсолютно Легально Бесплатно Комфортно Просто будет Не интернет А сказка Да А Михалков с Мединским Будут бабло Рубить и распределять Перераспределять Да Это тоже известная история Я знаком с ней Не понаслышке Что они там добиваются Естественно Но я думаю Что этого не случится Потому что Этого случиться Не может никогда А если оно случится То это уже наверное Как-то совсем Совсем неправильно Дима Я предлагаю все-таки Закончить наш разговор На чем-то оптимистичном Потому что это просто Не знаю Целый час Мы посвятили А логичности Тех решений Которые принимаются В государстве российском Которые консервируют Отсталость нашей страны Которые пока еще Не заметили В массовом порядке Массовые потребители И теперь надо сделать вид Что мы тоже не замечаем Согласно новому закону Все-все Стереть Вот есть что-то положительное В этом все Ну конечно Вам не придется напрягаться И не нужно делать вид Или не замечать Все это сделают за вас Поэтому собственно говоря Количество энергии Намыслительный процесс Оно уменьшится Можно меньше кушать Спокойно жить Стабильность И стабильность Вы уже несколько раз В сегодняшнем эфире Подчеркнули значение этого слова Стабильненько Стабильненько Да Я думаю Что единственное Что есть из всего За прошлый год Это вот слово Стабильненько Но есть все-таки надежда На ваш взгляд Что профучастников рынка услышат Потому что я вижу Как достаточно активные Те же поисковики Как они пытаются Достучаться Или в общем-то Тренд задан И он будет реализован При любом раскладе То что думают убыватели И профучастники рынка Им без разницы Различные Я думаю Я имею ввиду Бюрократия Я думаю 100% будет услышан Этого не может не быть По той простой причине Что интернет Это все-таки Он изначально Не в плане Не важно Где он зародился Откуда к нам пришел И как он случился Это все-таки Среда Независимая Среда Передачи информации На новой парадигме Цифрового века А не регулировать Аналоговый век Запретами 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 Да И соответственно Конечно же Это все вернется На круги своя И конечно же Будет услышано И я лично Искренне верю В то что Мы нормальные Создадим условия Для работы креативных Умных людей Способных производить Что-то новое Романтик Интернет омбудсмен Дмитрий Мариничев Был сегодня в Большом Ежедневнике Успехов вам Спасибо Спасибо за разговор Хотя бы вот на такой Более-менее обнадеживающей ноте Мы завершим сегодняшнюю программу До завтра с вами До завтра Хорошего вечера Приятного дня И завтра В 7 утра Я вас всех жду Под серебряным дождем В Большом Ежедневнике Субтитры создавал DimaTorzok